Доброго времени суток, дорогие друзья. Ютуб-канал «Новости Кавказа» Джесак начинает новую рубрику «Вам Телеграм». Беседы с авторами телеграм-каналов, со звездами телеграм-каналов Кавказа. И, естественно, мы начинаем со звезды телеграм-канала «Добили Силаев» моей родной Грузии Аленой Бачи. Привет, Ален. Спасибо за такое представление прекрасное. Приветствую всех. Что есть, то есть. Давай начнем с того, вообще, как у тебя родилась идея создать телеграм-канал, почему и зачем. Телеграм-канал у меня вообще появился для того, чтобы туда сохранять нужную и важную информацию для себя. Вот прям вот так. То есть я его создавала для того, чтобы ныкать заначки с нужной, важной информацией, которую потом я могу достать. Я начала этой информацией делиться, потом это начали, начала переформатировалось в записке путешествий по Грузии. Потом еще немного переформатировалось, и начался у меня какой-то отклик, да, происходящему вокруг. Там что-то радостное, что-то грустное, что-то печальное. Ну, и какой-то анализ, и мое субъективное мнение. Вот так он родился. На самом деле сначала я не пыталась даже его никак развивать. Там 300-500 подписчиков было, и это примерно круг людей, которых я знала лично. А потом уже понеслось. Началось развитие. Немного пыталась его продвигать, но на самом деле усердно я не занималась продвижением, покупкой рекламы, как это делается правильно для того, чтобы продвигать свой телеграм-канал. Все-таки органический рост, мне кажется, это очень круто и очень важно. Ну, то есть, значит, есть запрос людей на это. Как-то так. Именно. Именно так. И, кстати, что самое интересное, я ведь понятия не имел сначала, что это твой телеграм-канал. Я просто увидел, смотрю, есть та информация, которая мне нужна. Но вообще телеграм-каналы не популярны в Грузии. Сказать, что вот в Грузии... Временно. Это временно. Я тебя, прости, что перебиваю. Я наблюдаю за тем, как развиваются грузинские телеграм-каналы. И на самом деле старт, старт вообще грузинских телеграм-каналов начался с коронавируса. Это удивительно. Но стоп-ков. Телеграм-канал, когда появился, и я просто была в шоке. За две недели там 6 тысяч подписчиков. Не знаю, сколько сейчас у них. Там 8-9, может быть, 10. Это был первый телеграм-канал, который действительно набрал большую аудиторию, живую аудиторию. И после него уже все остальные кажутся мелкими, но они тоже очень быстро набирают аудиторию. По крайней мере, пока не очень профессионально, если вообще можно говорить о профессионализме, введении телеграм-каналов. Пока не очень профессионально, но виден рост и видно развитие. Поэтому говорить, что в Грузии совсем это не развито, оно идет. Оно не в том формате, конечно, как в других странах, где проблемы с интернетом. Я не знаю, в Иране, например, очень популярны, да, в России. Или наоборот, где развита культура интернета. В Грузии, например, мы все знаем, что весь интернет в Фейсбуке. Фейсбук, да. Фейсбук – это наша религия. Всем своим друзьям, да. Всем своим друзьям, если у них есть какой-то вопрос, я говорю, ребят, вот в Гугле не ищите. Ищите в Фейсбуке. Все такие в смысле. Молодежь это называет бумерством, что это… Что за бумеры? Почему они сидят в Фейсбуке? Ну вот у нас интернет в Фейсбуке, ничего с этим не поделаешь. Есть особенности. Кстати, Фейсбук тоже в Грузии развивался достаточно так. Со скрипом он начал развиваться где-то в 2008-2009. В 2008 Фейсбука вообще практически не было. Вот в 2009 году был взрыв, в конце 2008 года. С одноклассников, когда ушли, да? Да. Вот как раз таки, когда уходили из одноклассников в Фейсбук. И когда у меня появился мой Фейсбук, он был грузиноязычный вообще. Он был грузиноязычный в силу того, что там были именно вот только личные контакты и так далее. А потом я понял, на самом-то деле русскоязычным блогом стал у меня Фейсбук. Настоящим, по-настоящему. После 2014 года, вот 2014 год, 2013-2014, вот эти события в Украине. И вот тогда я начал использовать уже Фейсбук как площадку для блога основной. Потому что как раз к тому времени LiveJournal стал уже российским. Умирать. Умирать. Из российского LiveJournal все стали уходить. Кстати, он не ограничил ничего. Там не было никакого ограничения. Просто в силу того, что он стал российским, все просто встали и начали уходить. Просто из-за этого. Хотя у меня до сих пор этот самый, я был тысячник в этом самом. У меня было целых, ну, к концу у меня было две с половиной тысячи подписчиков в этом LiveJournal. Это считалось очень круто тогда, я помню. Тысячники. Ну, а потом появился телеграмм, и как-то вот к этому телеграмму мне лично удобнее смотреть новости. В том числе и вот, и в том, о Грузии мне удобнее смотреть новости. Вот, конечно, масса информации и так далее, но вот новости, что называется новостями, именно с BBC Live. Поэтому, друзья мои, я все время забываю это сказать. Во-первых, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик. Вот. Во-вторых, обязательно подписывайтесь на BBC Live, если вы есть в Телеграме. Ну, а если вас нет в Телеграме, заведите Телеграм и подпишитесь на BBC Live. Это просто, вот сделайте это прямо сейчас. Кстати, даже те, кто не из Грузии, но вас же интересует, что происходит в Грузии. Потому что, если вы это смотрите, вас интересует Грузия так или иначе. Поэтому давайте вперед. Я вас беру. Ну что, давай посмотрим. Вообще, как ты отбираешь новости для своего канала? То есть, приоритет какой у тебя? У тебя есть какие-то приоритеты информационные? Это самый сложный вопрос. Я очень много информации перелопатить должна, чтобы вот понять, что я хочу запостить. То, что меня трогает, на самом деле, Гео. Ну, то есть, меня трогает это, я считаю, что об этом нужно рассказать. Я об этом пишу. У меня нет никакой привязки. Я пыталась работать по контент-плану, да, как это должно быть. Но нет, это Грузия здесь так не работает. А что такое контент-план? Контент-план – это когда ты запланировал, что ты постишь и когда постишь. Например, там, условно говоря, у тебя наверняка есть контент-план. В какие-то определенные дни ты выпускаешь, там, я не знаю, ты выходишь в эфир и общаешься с подписчиками, например, с читателями, там, да, со своими зрителями. По другим дням ты выпускаешь, там, передачу другую. Вот это контент-план, ты понимаешь, когда у тебя что выходит. Я пыталась так, но нет. Это так, ну, не получилось и не работает. В общем, новости я выпускаю исключительно то, что меня саму очень трогает, и я понимаю, что об этом нужно написать. Либо это может быть информация, которую я считаю, что нужно как раз в канале сохранить. Мне, например, очень удобно, когда мои друзья, мои знакомые или вообще совершенно незнакомые люди меня что-то спрашивают, и вместо того, чтобы что-то объяснять, я им даю линк как раз вот на этот пост, в котором есть информация нужная им сейчас, и все. Мне не нужно тратить время на объяснения, на какие-то комментарии, просто даешь линк, и все. О чем у тебя спрашивают больше всего сейчас вообще по Грузии? Чаще всего спрашивают о пересечении границ, конечно. О пересечении границ. Какие условия, какие ограничения по въезду? Есть информация на телеграм-канале Дмилиси Лаев о пересечении границ, так что если кому-то это интересно, вы можете всегда зайти и посмотреть, и увидите. А мы поговорим о теме, которая, в общем-то, долгое время является как бы основной информационной темой вообще в Грузии и, естественно, у тебя, это о теме ковида, вакцинации и так далее. Вакцинация вообще у нас сейчас главная тема. Ты сама как относишься к вакцинации? Я отношусь к вакцинации, как сказать? Ну, я записалась на вакцинацию, потому что нужно вакцинироваться, тут без вариантов вакцинироваться. Всем нужно, и поспешите, потому что надо. Уже сегодня 74 погибших, и Элине Хуштария написала пост о том, что на этот день, наверное, стоит объявить днем скорби, несмотря на то, что ничего это не изменит, но хотя бы у кого-то в голове это осядет гораздо крепче, чем просто какая-то цифра, чтобы люди осознавали, насколько это все серьезно. Вакцинации я отношусь, ну, у меня неоднозначное мнение, особенно когда говорят, что нужно прививать беременных. Я, например, понимаю, что если бы я была беременна, я бы всего боялась. Но при этом, ну, врачи, наверное, знают, мы не врачи, не эпидемиологи, поэтому сложно об этом рассуждать. Но вакцинироваться нужно, потому что Грузия маленькая страна. Мы все очень быстро кончимся здесь, если это затягивать. Если смерти будут происходить в таком количестве каждый день, и еще говорят, что будет рост, да, после, там, когда 6 тысяч было заболевших. Это страшно. Да, действительно, это страшно. Причем очень долгое время, я думаю, что ты со мной согласишься, что комит для нас был чем-то далеким, несмотря на то, что у нас запирали, когда было 30 случаев, 20 случаев нас запирали дома. Не выходи из дома, трубку не поднимай там. Я хочу отметить, было 100 всего случаев, когда у нас объявили комендантский час. 100 случаев не в день, а всего заболевших в Грузии у нас объявили комендантский час. И, конечно, меры, которые сейчас постоянно меняются, и ты думаешь про логику, но, наверное, последние полгода никто не думает про логику правительства, которое что-либо делает в отношении ковид-мер или ограничений. Вообще ее нет. Вообще, конечно, тема вот ковида, она главная, она основная. Но смотри, когда нам сказали, что, это как его зовут, к окну не подходите, к выпадите, когда нам говорили, к окну не подходите, выпадите, к спать не ложитесь, не проснетесь, а на унитаз не садитесь, засосет, вот это все когда было, мы, в общем-то, боялись. Ну, по крайней мере, я знаю очень многих людей. Сейчас, когда вот такая смертность и такое количество, сейчас у меня такое впечатление, что люди уже не боятся ничего. То есть абсолютно без башни. Помни, как полтора года назад развивалась вообще ситуация по телевидению, например. Показывали видео, как в Китае люди падают на улице, умирают на улице. И это, конечно, было только оно пришло, и мы это только все увидели, и, естественно, это шок. За полтора года любой человеческий организм, да, психология человеческая привыкнет к этому. Невозможно жить бесконечно в страхе. Ну, невозможно никого держать в страхе. Поэтому, конечно, люди привыкают к этому и уже перестают этого бояться так. Начинают бояться вновь, когда кто-то заболевает из близких, и ложится в больницу, там, и попадает на кислород, да, там, и вот это все. После этого люди начинают опять бояться, возвращаются в это состояние. Психологически в напряжении жить полтора года невозможно. Да, понятно, понятно. Это понятно, и все-таки вот этот нехватка мест, вот этот COVID-госпиталь, вот кадры вы опубликовали со всего. 112, я помню, был случай, вот у меня друг приехал, и дочке было плохо, и мы долго размышляли по поводу того, куда позвонить, и первая моя фраза была, 112 не звоните, она не приедет все равно. И потом хорошо, что мы вспомнили, что есть педиатрическая скорая. Вот они приехали, они помогли ребенку, ребенок просто отравился, у него какой-то рентавирус, или ренопирус был и так далее. Тем не менее, COVID и политика, насколько это связано? Вот у нас будет. Ну, конечно, связано. И это нельзя отрицать, и последние выборы, которые у нас были, показали об этом очень четко. Ну, как бы, прошли выборы, и 9 ноября, да, 2 ноября были выборы, правильно? Да, да, да. Я не путаю? И 9 ноября нас всех закрыли. А до выборов все было хорошо. Мы справляемся, ничего не происходит, система подготовлена, все будет хорошо, ребят. И после выборов все стало плохо. При этом на второй тур отменили комендантский час. Но это никто не забудет, да, как бы отношения правительства, и когда они облегчали эти меры, там, на одни сутки, там, в Рождество, да, но при этом, когда Курбан-Байрам был, они этого не делали. Ну, вопросов очень много. Естественно, политика сейчас очень завязана с коронавирусом. Да, но сейчас, смотри, настолько ситуация серьезная, что им пришлось отменить работу городского транспорта. Им пришлось отменить страну, они... Вообще, логика нашего правительства, ты ее понимаешь? Ее нет. Ее нет. Я понимаю, что никто ничего не знает, но хоть какая-то логика должна быть. С теми же прививками, кстати, с теми же прививками и вакцинацией, знаешь, вот много шумят по поводу позиций там церкви и так далее. На твой взгляд, вообще, вот позиция церкви настолько важна. У меня такое впечатление, что это не так важно. Это вот люди боятся совсем по другому поводу. Правда? У меня такое... Правда ты так думаешь? Я серьезно так думаю, да. То есть, ты думаешь, что да, очень... Господи, я сейчас скажу грубую вещь, максимально грубую, и меня потом закидают помидорами и еще чем-нибудь. У меня такое ощущение, что церковь стала определенным государственным институтом. Ну, как бы, или не стала, а всегда была. Но сейчас обрела силу, да. А сейчас обрела силу, когда все-таки может это все диктовать. Ну, для меня, понимаешь, я же здесь живу там четвертый год, да. Я это все наблюдаю. Для меня в чем-то есть рост, есть где-то стабильная ситуация. Вот здесь я сейчас увидела о том, что президент Грузии, как бы мы к ней не относились, да, какую бы она роль не занимала в политике, она обратилась сама к патриархии, чтобы они призвали. Я уверена, что если бы патриарх призвал паству прививаться, ситуация бы изменилась. Но я хочу отметить, что я считаю, что сейчас вакцинация проходит очень хорошо. Гела, ну вот серьезно. Нормально. Вакцинация запустилась с конца июля. Одну секунду. Не вакцинация проходит хорошо. Сейчас создали условия для того, чтобы вакцинация проходила хорошо впервые. Именно. Именно. Поэтому я хотел вакцинироваться, но я не мог вакцинироваться. Сейчас каждый может вакцинироваться. Именно. Но какого бармалея эти условия не были созданы три месяца? В марте месяца, когда мы начали вакцинацию. В марте мы начали вакцинацию. Сейчас именно эти условия были созданы. Местные выборы. Местные выборы, значит, опубликовано прекрасное, шикарное фото Гахария в Сомбреро. Это про что? Это про кого? Георгий Гахарий – это бывший премьер-министр Грузии, который создал политическую партию. И претендует на то, чтобы быть третьей, четвертой, пятой силой или какой там силой. Да, и отметить важно, при котором расстреляли молодежь у парламента, да, и несколько человек пострадали очень серьезно, и 18-летняя девочка потеряла глаз на всю жизнь, на всю жизнь. А теперь он с Сомбреро прекрасный политический, значит… У него есть свой электорат. Может быть, вот смотри. Да. Понимаешь, в чем дело, но не все же… Есть люди, которые готовы за него голосовать. Вообще, как-то считают… Вот много? А кто это? Кто о тебе где-то? Я думаю, что отчасти это те люди, которых бесит националы, да, ЕНД. И те, кто устали уже от грузинской мечты, в том числе даже… Я думаю, которых бесит и грузинская мечта тоже. Да, по сути. И даже те, кто работали на грузинскую мечту и голосовали на прошлых выборах, да, сейчас они проголосуют за Гахария. Я думаю, что он наберет больше 10% даже. Правда. Даже так, даже так. Но это, по нашим ощущениям, потому что у меня несколько лет складывалось ощущение, что вокруг все националы и вообще все будут голосовать за движение. Потом я немножко оглянулся и понял, что не совсем так все и так далее. Еще один вопрос. Гела, согласись, проси, пожалуйста. Он же сейчас работает активно. Да, он работает. Кстати, работает он и работает грузинская мечта. Буквально ко мне уже три раза приходили из грузинской мечты. Из других оппозиционных партий никто не приходил. Но из грузинской мечты все три раза выходили. Кстати, очень большой отклик вызвал пост на твоем телеграм-канале по поводу беженцев из Афганистана. Перейдем немножко на эту самую. Мол, Александр Хвистяшвили, который замминистра иностранных дел, он, в общем-то, сказал о том, что Грузия не собирается принимать гражданских беженцев и даже не обсуждает этот вопрос. И тут народ взорвался. Тут народ взорвался, тут народ начал обсуждать, что-то его того. Но вообще был кто-нибудь, я не знаю, ты видел эти комментарии или нет, все. Был кто-нибудь, который сказал, давайте примем? Были такие? Да, были такие. Были такие, причем были те, кто говорят, что за шовинизм, ксенофобия и все прочее. Вообще это неправильно, как бы разделять, Афганистан или не Афганистан. Если беженцы есть, и мы их можем помочь, нужно принимать. И все. Так, а ты в собаках считаешь, мы можем принять сейчас? У нас есть возможность сейчас принять беженцев? Я считаю, что в Грузии своих беженцев достаточно, с которыми пока не могут справиться власти до сих пор. И еще, я думаю, что на это потребуются годы. Ну, на самом деле, я думаю, что Грузия не та страна, куда хотят попасть афганские беженцы. У них, в принципе, у них цель, конечно же, Европа. И все хотят именно Европу и так далее. По поводу политических партий. И по поводу политических партий, которые вот сейчас примут, значит, участие в местных выборах. Вообще, ты чувствуешь, что местные выборы приблизились из того, что было? По ощущениям я имею в виду в тусовке. А кто-то говорит о местных выборах или всем, в общем-то, пофиг? Ну, ощущение, что местные выборы приблизились, можно только прогулявшись по городу, видев как у Каладзе. Все. Лично или его изображение? Конечно, везде висят синие транспаранты, грузинская мечта, Каха-Каладзе и все прочее. А для тебя, кстати, как для жителей Тбилиси, Каха-Каладзе плохой мэр? Ну, вот если мы, допустим, независимо от того, что мечта он или там еще кто-нибудь, вот сам Каха-Каладзе плохой мэр? Я бы хотела, чтобы он шел. Я считаю, что он не должен быть мэром. Интересно, а почему? Ну, вот смотри, подожди, давай так, давай пока не будешь отвечать. Смотри, сначала был Гиги Угулова, оставим в покое. Ты его, наверное, не помнишь. А вот был такой Давид Норманди, которого вот сейчас, если нас смотрят, те, кто нас смотрят из Грузии, Тбилисские, вряд ли процентов 50 вспомнят его имя и фамилию, что был такой мэр. Просто его не было, его не было видно. Каха-Каладзе видно, он что-то делает, какие-то велосипедные дорожки, какие-то там, в общем, какая-то движуха идет, благоустройство и так далее и тому подобное. В чем проблема, почему он должен идти? Потому что не все своевременно и не все уместно то, что они делают. Затраты на его пиар-компанию и на его пиар-отдел вообще заслуживают отдельного разговора и разбирательства, я считаю. Фотографы, которые получают 2500 лари за месяц, их два, в штате только у мэра. И при этом премьер-министр у нас или кто заявил, что у нас бедные мэры получают 2000 лари, и им нужно поднять зарплату. Ну, то есть ты смотришь и думаешь, серьезно, вот у вас сейчас фотограф получает больше, чем мэр, вы правда об этом говорите? Ну, как бы эти урны, которые у нас стоят на Чавчавадзе, у меня вот это... ...трейдия понимали, на что были потрачены их налоги в том числе. Урны, которых не хватает в городе, зато есть на Чавчавадзе, там, поскольку они там 16 тысяч евро, не помню. Да, они тут делали очень юрно. Какие-то сумасшедшие деньги. Но при этом... При этом Кахакаладзе делает парки, понимаешь? Ну, как бы серьезные парки. И это то, что людям нужно. Людям нужно. Если ты сделал парки, можно ничего больше не делать. Ну, вот правда. Зачем вообще еще что-то делать? Парки решают. Все, население будет радо. Это, блин, это давно и всегда известно. Больше ничего делать не нужно. Я вообще, в силу специфики моей биографии, болельщик любого мэра, то есть в силу того, что... Я понимаю. Я знаю, что это такое. Я знаю, какой это тяжкий груз. Это реально тяжкий груз. Причем, ведь в Тбилиси это не Батуми. Это 10 Батуми. Это еще... Не знаю, не Батуми, да. Это просто кошмар какой-то. Но, конечно же, иметь двух фотографов с окладом 2500 рублей. Ну, рублей. Ларри, это круто. Это очень круто. Честно говоря, пиар-служба у него работает неважно. Я бы эту пиар-службу разогнал. Потому что если они такие деньги получают, значит... Нет, не то. Можно было... Да, но как обычно. Это же Грузия. И Грузия последних лет, это, судя по всему, что можно посадить кого-то из своих родственников и платить им зарплату, и все. На самом деле, четко есть понимание, что мэрия не работает. То есть вокруг меня куча людей, которые обращаются в мэрию со своими вопросами, по бизнесу, не по бизнесу, по своим домам, они не работают. Я один раз в жизни была в мэрии, и я не поняла, зачем эти люди там сидят. Правда. Ну, то есть отфутболивание, бесконечное отфутболивание. Нету профессионалов, нету людей, которые там сидят для того, чтобы работать. Если при нем такая мэрия... Причем люди же говорят, что до этого мэрии такой не было, что они так не работали. Специалисты, которые там сидят, ничего не знают. Каждый специалист говорит разные вещи. То есть люди приходят, да, мне нужно сделать то-то, то-то, то-то. Там повесить вывеску, например, на здание. И каждый специалист скажет разное, что они должны принести и сделать. И после хождения по мукам, в конце концов, какая-то заявка где-то зависнет, и не будет ответа. Людям нужно найти связи с Кахой Каладзе. Это, ну, на полном серьезе. Если ты не найдешь связи с Кахой Каладзе, то ты не найдешь решения своего вопроса, своей проблемы, своей задачи. Только так. Вот прости, пожалуйста, за сравнение. Во-первых, я всегда его сравниваю с Собяниным в Москве, потому что так же. Все красиво, локально, да, все красиво, все люди довольны, а про остальное просто все закрывают глаза, и все. И решение вопросов через главу города, через градоначальника, это ненормально. Но это значит отсутствие менеджмента полностью. Нет, ну это, конечно, ненормально, хотя я тебе скажу честно, мэрии всегда недовольны. Мэрии – это такой орган, которым должны быть недовольны. Просто, ну вот, по определению, я не видел… Они должны работать. Они же должны работать. Ни одного города, где бы были бы мэрии довольны, мэром довольны, ну не бывает такого. Это понятно. Но, конечно же, они должны работать, и то, что ты говоришь, это очень печально и естественно. То есть, вот так вот разделить на то, что, да, хорошо, что наконец-то что-то начало делаться, но плохо, что при всем при этом инклюзивности в работе мэрии нет. Ну давай, Владимир Иванович, прошу такую вещь. А кто победит на выборах мэр от Белисси, по-другому? На самом деле, я думаю, что у всех, кто выставили своих кандидатов, да, там, никами или там и прочее, очень мало шансов. Очень мало шансов. И они не очень много для этого делают. То есть, смотри, вот нет ли несоответствия в том, что ты сказала? С одной стороны, ну, как бы, мэрия работает плохо, то есть, люди, которые туда приходят, я не говорю, там, благоустройство, бог с ними. Там, по Чавчавазе можно поспорить, правильно ли сделали вот эту линию. Например, чертыхаются, ругаются все водители, которые говорят, ну, вот этот один ряд, это кошмарно. Ну, кому-то это нравится, кому-то красиво. Ну, ладно, бог с ним. Это уже дальше дело вкуса, хотя... Но, вот, инклюзивности в работе мэрии нет, и тут же ты мне говоришь, что... А победит-то Каха Каладзе. То есть, ты, в принципе, не захотела это говорить, но сказала. Давай по-честному скажем. Я очень надеюсь, что оппозиция что-то сделает, рванет, и вот сейчас за месяц начнут активно работать, что-то делать. И, условно говоря, в том же Гудане, да, люди обратят внимание, что все-таки есть кто-то, кроме Каха Каладзе. Ну, как бы, мы не можем говорить про какие-то локальные истории, когда там начавчеваться, да. Ну, в Аки люди недовольны. Это, как бы, мне кажется, ну, больше людей недовольных, чем довольных. Но ни один в Аки существует в Тбилиси, да, еще есть огромные районы, микрорайоны, которые проголосуют так, как, ну, проголосуют. Вот. И Элене Хуштария, конечно, она, мне кажется, ну, я удивлена, что она в Гудане будет, честно говоря. Ну, посмотрим, что с этим будет. То, что касается, то, что я считаю, что Каха Каладзе не победит, ой, в смысле победит, уже заговариваюсь, я уже, в принципе, озвучила. Парки, у нас есть парки, есть наглядный пример, что мэр работает, мэр работает. Никто не считает деньги. Ну, интересно, то есть, если чиновник хотя бы что-то делает, уже хорошо, уже что-то, ну, и слава богу, ну, и слава богу. Никто не считает деньги, которые потрачены на той или иной проект, да, на эти парки, на это Чавчавадзе, как это все делалось. Никто не обращает внимания, то, что... Ну, вот, Гела, ты же можешь сравнить улицы Батуми, да, условно говоря, и Тбилиси, как обустройство, да? Да, травка зеленая, подстриженная, гораздо чище в городе. Как Каладзе, когда пришел, сказал, все подземные переходы будут очищены. Алена, здесь в каком городе гораздо чище? В Батуми или в Батуми? Нет, конечно, в Батуми. Ну, правда. Ну, как бы, я не очень часто бываю в Батуми, ну, три раза, например, в год. Я приезжаю, даже во время пандемии, когда там сильно упало, да, вот, видимо, затраты сократили на обустройство города, там все равно было чище, чем в Тбилиси. Ну, правда. Возможно, я не во всех районах Батуми бывала. В свое время как-то я с засадой сказал, ну, блин, ну, сколько он может ездить в этот город? Про Мишу. Ну, потому что президент в городе – это всегда шок для руководства всего. Ну, и всегда такое, знаешь, напряженное состояние. Потом уже привыкли, но все равно напряженность идет. И мне объяснили очень просто, слушай, говорю, он ездит в Батуми, потому что он видит, что Батуми, он маленький, локальный, и там видно все. А в Тбилиси, что бы ты ни делал, это черная дыра, там никак не видно в итоге. Так что тут тоже нужно учитывать масштабы, конечно, и так далее. Хотя, конечно, мне приятно слышать о моем родном городе, что что-то... Хорошее в нем есть. Ну, на самом деле ведь ты подняла очень интересную проблему. Ты подняла проблему того, что, да, оппозиция не работает, но и людям особо это неинтересно. Вот сколько из твоих знакомых таких просто? Вот сколько из них говорит, что политика – это бред, я не интересуюсь политикой? Это зависит чаще всего от возраста. На самом деле, мне кажется, чаще всего именно молодежи это не очень интересно. Причем надо отметить, что это примерно так звучит. Вот с неба уйдет, ну типа им недолго осталось, они скоро уйдут, а все остальное наплевать. То есть мы ничего не хотим делать, мы можем не ходить на выборы. Ну, как бы это все как-то параллельно существует. Точно раз? Да, они сами встанут и уйдут, потому что уже пришло время, они уже всем надоели, пора уйти, все. Ну, на выборы мы не пойдем. Примерно так. Ну, вот молодежь, мы не берем, конечно, молодежь, которые гражданские, активные, да, какие-то там молодежные движения, которые хоть как-то интересуются политикой. Обычные люди, обычные люди, для них это отдельно существующий мир, который их никак не касается. Они могут дать ему оценку, могут сказать, что это что-то не нравится, но как-то предпринимать какие-то действия, ходить на выборы и вообще как-то активно участвовать – нет. Нет, ну, это печально на самом-то деле, потому что если молодежь этим не занимается, то люди старшего поколения, они, как правило, более инертные, они голосуют за власть. И в итоге мы, то есть у нас еще просто нет сформировавшегося гражданского общества. Давай я прямо скажу. Так? Сложно, сложно оценивать. Ну, нет. Как бы так сказать. Есть? Гражданское общество не в смысле НГО. НГО у нас много, как собак не резаных. Я имею в виду гражданское общество, гражданское самосознание населения. Ну, за всю Грузию нельзя говорить, правильно же? Во всей Грузии нет. Во всей Грузии нет. Если говорить про всю Грузию с регионами и со всем, совсем, то нет. У кого-то оно есть, у кого-то его нет и так далее. Будущее светлое прекрасно? Нет. Я очень оптимистична. Всегда. Как бы все плохо вокруг не было, я буду надеяться, что все будет хорошо и что-то для этого сделаю. Хорошо. Тогда давай с тобой договоримся так. Раз в неделю мы будем уже более конкретно обсуждать те новости, которые есть. Сегодня был такой вводный выпуск. Но я думаю, что те, кто нас посмотрят сейчас, они, в общем-то, кое-что новое узнают о Грузии, даже если они в ней живут. И кое-что новое о Тбилиси, даже если они в ней живут. Еще раз подписывайтесь на телеграм-канал Тбилиси Лаев, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик здесь, на наш YouTube-канал. Огромное спасибо, Алю, за интересную беседу. Спасибо тебе. Спасибо, дорогие друзья, что были сегодня с нами. Всего доброго и до новых встреч.